На базе отдыха Витязева отстроили корпус после прошлогоднего пожара. Тогда сработала сигнализация и оперативно отреагировали городские службы. Никто не пострадал. Причиной возгорания стало зарядное устройство для мобильного телефона. Выводы сделаны. Число огнетушителей утроили. Теперь их более 90. Появилось два дополнительных пожарных гидранта. Розетки в жилых комнатах обесточены. Теперь это единое требование для всех детских здравниц. Розетки сделали все в беседках. В каждой беседке находится 8-10 розеток, двойных и тройных. И они все будут ходить туда, там и заряжать свои телефоны. По сравнению с тем годом, что было, лучше пусть они там заряжают, им будет хорошо и нам будет лучше. В плане того, что для безопасности. В эти дни здесь проходит уже традиционный баскетбольный турнир. Похожую картину сегодня можно наблюдать практически во всех лагерях Анапского побережья. До момента, когда уже можно будет купаться, остаются считанные дни. Юные отдыхающие не скучают, пока море прогревается. Тем временем представители краевой прокуратуры, а также территориальных управлений МЧС и Роспотребнадзора оценивают готовность пляжей. Лодка у воды обязательно. Медицинский спасательный пост. Матрос-спасатель рассказывает, они контролируют ситуацию с берега, а с другой стороны вожатые. Это пляж детского лагеря Краснодарская смена. А это там же кухня. Еще один стратегический объект. Комиссии показывают новое оборудование. Снятие проб с блюд – обязательное мероприятие. Параллельно проверка противопожарной готовности. Противопожарное – полотно. Таким образом, накрывается очаг, доступ к воздуху прекращается, будет мухой. Все, что предписано законом и иными нормативными актами, направлено на то, чтобы отдых детей был максимально безопасным. Мы оцениваем, прежде всего, эффективность государственного контроля и надзора со стороны органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора на принимаемые меры организациями отдыха и оздоровления, связанные с организацией питания, оборудованием пляжей, организацией антитеррористической защищенности, профилактикой правонарушений на территории детских лагерей, несчастных случаев. Так досматривают автомобили перед въездом на территорию Всероссийского детского центра «Смена». Здесь сразу четыре детских лагеря, более 400 метров пляжа. К этому году его расширили по рекомендации Роспотребнадзора. Сегодня нарушений комиссия не выявила. Проверки продолжатся. В планах побывать в большей части детских лагерей именно тогда, когда они работают, чтобы увидеть, как организован процесс, а также лично пообщаться с коллективами.